Незаконный вывоз с территории России 6 млн 345 тыс. рублей и 7 768 юаней предотвратили уссурийские таможенники. После снятия КНР эпидемиологических ограничений автобусы через российско-китайскую границу возобновили движение на регулярной основе. Пассажирский автобус прибыл в пункт пропуска МАК Пограничный с группой китайских граждан, направляющихся в Поднебесную. При прохождении таможенного контроля с использованием досмотровой рентгеновской техники у гражданки КНР были выявлены незадекларированные денежные средства в сумме, эквивалентной 95 049 долларам США. Денежные средства, сокрытые от таможенного контроля, изъяты. По данному факту в отношении гражданки Китая возбуждено дело по части 2 статьи 200.1 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере». Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10-кратной до 15-кратной суммы незаконного перемещения наличных денежных средств, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет. В преддверии начала туристического сезона Уссурийская таможня напоминает, что в соответствии с положением Таможенного кодекса Евразийского экономического союза наличные денежные средства подлежат таможенному декларированию путем подачи пассажирской таможенной декларации при условии единовременного ввоза, либо вывоза сумме, эквивалентной 10 000 долларов США. Также напоминаем, что в соответствии с указом президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года номер 81 о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США, запрещен.